МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в суде Гульнуржакен. Сегодня в выпуске. Конституция – это документ, в основу которого легли наши главные ценности – мир и согласие. День Конституции отметили карагандинцы в восстановленной западной части Центрального парка. В этом году первый звонок прозвенел для 22 тысяч первоклассников области. В День знаний глава региона Ерлан Кушанов посетил специализированную школу для одаренных детей имени Нагмета Нурмакова. Очередная бронза в копилке карагандинских спортсменов. Призерами азиатских игр стали синхронистские сестры Немич и джитсер Нуржан Сидуали. По возвращению на родину они дали пресс-конференцию. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов поздравил карагандинцев с Днем Конституции. В этом году народные гуляния прошли в недавно восстановленной западной части Центрального парка Караганды. Конституция – это документ, в основу которого легли наши главные ценности – мир и согласие. Казахстанцы смогли сохранить единство, сохранив свободу веры, убеждений и самобытной культуры, которая впитала в себя гены 140 наций. Об этом говорил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов, выступая с речью на открытии торжественной программы, посвященной празднику. Мало кто знает, что более 20 лучших конституций мира были изучены лично главой государства и нашими законотворцами. Были учтены не только тенденции мирового развития, но и традиции нашего народа. И этот Центрис лег в основу главного закона страны. Наша Конституция по праву признана мировыми исследователями одним из самых совершенных. Как сказал Мурсултан Алишев, Конституция для нашей страны – это закон жизни. И если каждый из нас почувствует смысл этих слов, то это и будет главным фактором на пути продвижения Казахстана в число 30 развитых стран мира. Глава области также отметил, что День Конституции – это поистине всенародный праздник. Основной закон одинаков для всех граждан нашей республики, независимо от их национальности и вероисповедания. И Конституция выступает гарантом равных возможностей каждого казахстанца. Дорогие земляки, еще раз примите самые искренние поздравления с Днем Конституции. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия каждой семье. Пусть в каждом доме будет достаток, царит мир. Пусть процветает наша страна, наш Казахстан. В этом году концертная программа проходила в недавно восстановленной западной части Центрального парка. В первой ее части для горожан выступили Куандык Рахим, Адам и карагандинские исполнители – Гульбану Серикова, Полина Штыкова, Фархад Сапан, Динара Тунгушбаева и Мироэр Тойбекова. Во главе нашего Ельбасы хочется, чтобы наш Казахстан процветал, чтобы действительно наша стратегическая цель вхождения в 30-ку наиболее развитых стран мира – это исполнилось. И на этом пути нам всем удачи, счастья, здоровья и благополучия. Я поздравляю всех карагандинцев с Днем Конституции. Для нас это очень большой праздник, особенно для нас, для учителей. Мы уже все готовимся к 1 сентября, о сегодняшнем празднике мы будем рассказывать детям послезавтра. Всех-всех карагандинцев с праздником! Я поздравляю всех с этим праздником, желаю всем здоровья, желаю всем успехов в работе, всем, кто сегодня присутствует на этой площади, на новой площади. Очень красивая площадь. В рамках вечерней программы на сцене прошел фестиваль казахстанских диджеев «Кюймикс». Для зрителей также выступили артисты концертного объединения имени Калибайжанова и группа «Мозаик Ливбенд». Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Сертификат на 5 миллионов вручил глава региона в школе для одаренных детей имени Нагмета Нурмакова. Аким области Ерлан Кушанов принял участие в торжественной линейке и поздравил школьников с началом учебного года. В этом году первый звонок прозвенел для 22 тысяч первоклассников области. В День знаний глава региона Ерлан Кушанов решил поздравить школьников с началом учебного года. Аким области посетил специализированную школу для одаренных детей имени Нагмета Нурмакова. Хочу еще раз поздравить всех в вашем лице, всех учеников, учителей, родителей с этим большим праздником, который сегодня многие, я уже сказал, 22 тысячи учеников пошли. Первый класс по нашей области, 10 тысяч наших выпускников в этом году завершает учебу. И всем я хочу пожелать удачи и успехов. Ерлан Кушанов отметил, что не мог прийти в одну из лучших школ региона с пустыми руками и вручил сертификат на открытие лаборатории робототехники. Это супер-школа, здесь учатся супер-ученики, поэтому мы решили подарить вам супер-лабораторию. В 2017 году школа имени Нагмета Нурмакова названа лучшей специализированной организацией образования Казахстана. Здесь дети обучаются на трех языках. Именно современный подход к образованию привлекает родителей, которые с радостью веряют своих детей в руки опытных педагогов школы. Сегодня мой сын поступил в пятый класс впервые. О качестве обучения, о хорошей методике обучения этой школы я знаю непосредственно, потому что мой второй сын его эту школу закончил. Чтобы поступить в специализированную школу, выпускники начальных классов проходят несколько этапов тестирования. В текущем году конкурс был особенно велик. Вместо двух пятых классов пришлось открыть четыре. Новоиспеченные учащиеся своим выбором остались довольны. Пятиклассники отметили, что теперь они будут прилежно учиться, чтобы оправдать надежды своих родителей. Когда я училась в школе номер 102, мой папа сказал, что в пятом классе я переведусь в школу имени Нагмета Нурмакова. Я этому обрадовалась. Эта школа очень известная. Мне здесь все нравится. Моя цель – окончить пятый класс на отлично. С началом нового учебного года все 500 учеников школы вернутся к привычному расписанию. Это и многочисленные уроки, и дополнительные занятия, и подготовка к различным конкурсам и олимпиадам. Одним словом, школа имени Нагмета Нурмакова готовится покорять новые вершины. Нас ждут новые победы на олимпиадах. Я надеюсь, нас ждут новые технологии. Все впереди. По окончанию торжественной линейки Акимобласти организовали экскурсию по школе. Глава региона посетил лабораторию науки, кабинет казахского языка, где представители разных национальностей обучают государственному языку, а также интернат, в котором проживают более 200 детей со всех уголков области. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С выше 36 миллионов тенге за последние два года было выделено на исследование исторических памятников области. Новые археологические работы планируется начать уже в следующем году. Это стало известно в ходе встречи в областном Акимате. Глава региона Ерлан Кушанов поинтересовался планами местных ученых, а также познакомился с гостями из Японии и России. Всего в Карагандинской области имеется 2700 памятников истории и культуры. Их изучение позволяет воссоздать историю города и всего региона. Акимобласти Ерлан Кушанов не мог не отметить значимость работы археологов, которые буквально по крупицам восстанавливают историческое прошлое человечества. Карагандинский регион богат не только недрами, он богат историей. И много тайн еще на нашей земле покрыты легендами. Многие тайны уже в свое время наши ученые открыли, но еще много, что надо изучать. Последние 9 лет исследования ведутся на поселении эпохи бронзы Аллат в Каркаролинском районе. Там были найдены жилища и печи для плавки металла. Профессор института Эхимы Мураками Ясуюки – один из членов исследовательской команды. Он считает, что древние жители в совершенстве владели технологией изготовления металла. Поэтому японский профессор планирует продолжить работу на территории Карагандинской области. Карагандинский регион очень важен в изучении технологий производства металла, которые использовали жители древних поселений. Поэтому мне бы хотелось и дальше поддерживать связь с местными учеными, а также продолжать археологические работы в этом регионе. Слова японского специалиста подтверждают и ученые России. Сергей Кузьминых уверен, что изучение поселения Аллат даст возможность понять исторический процесс технологии железного производства Центральной Азии. Конечно, важно такие уникальные редкие памятники, как Аллат, Кент, продолжать изучать. Но важно изучать, конечно, с привлечением широкого круга специалистов, и не только таких металлургиков, как профессор Мураками, важно хорошо исследовать памятники с привлечением специалистов широкого естественно-научного профиля. Потому что только тогда эти материалы заиграют всеми красками и на современном научном уровне. В ходе встречи участники заявили, что непременно продолжат археологические исследования. Нельзя не отметить, что в последние годы работа в данном направлении ведется активно. Только с 2016 по 2018 год на изучение памятников истории было выделено свыше 36 миллионов тенге. За последние пять лет был восстановлен первоначальный облик более 70 мазаров и мавзолеев. Издано около 30 научных работ. Торжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Благотворительная акция «Дорога в школу» продолжается. Благотворительную помощь оказывают предприниматели. Накануне Дня знаний владельцы ресторана «Фараби» пригласили 12 школьников. Как собрать ребенка в школу? Несмотря на то, что учебный год уже начался, многих семей из социально уязвимых слоев населения до сих пор волнует этот вопрос. Вручить школьникам самые необходимые школьные товары поспешили предприниматели. Социальная помощь была оказана детям из 81-й городской школы. Мы с 81-й школы привели 12 детей в рамках республиканской акции «Дорога в школу». Дети очень рады, родители очень довольны. Это огромная помощь для родителей. Конечно, потому что очень тяжело собрать ребенка сейчас в школу. В городском отделе образования отмечают, что количество желающих принять участие в акции с каждым годом растет. И это не только представители государственных и духовных организаций, но и частные лица. На сегодня в рамках благотворительной акции была оказана помощь более 300 карагандинским школьникам. Акция продлится до 30 сентября. Карагандинские юные инспекторы примут участие в международном слете, который пройдет в российском городе Анапа. Наша команда стала победителем 19-го республиканского слета. 31 августа участники вернулись домой. На дворе глубокая ночь, но карагандинские школьники бодры и веселы. Еще бы домой они вернулись победителями. Команда юных инспекторов стала обладателем первого места и путевки на международный слет. Всего в соревнованиях в Казаларде приняли участие 16 команд со всей страны. Отдельными командами выступили отряды ЮИД, стран СНГ, Беларуси, Кыргызстана и России. Наши ребята оказались очень достойными. Они очень дружная команда, поэтому мы и заняли первое место. Потому что они все старались. На всех конкурсах они были, я бы сказала, что они были лучшими на всех конкурсах. В программе слета были предусмотрены соревнования по восьми номинациям, среди которых «Смотр строя», «Юные регулировщики», «Конкурс агитбригад». Ребята показывали свои знания по истории становления службы дорожной полиции, умение быстро оказывать медицинскую помощь после дорожно-транспортного происшествия. Есть еще у нас индивидуальные награды. Это второе место в конкурсе «Юный эрудит», второе место в конкурсе «Юный санитар», второе место в конкурсе «Агитбригад». У нас еще лучший знаток ПДД на слете – это Токенобалахан. Он занял первое место, решил билет за 57 секунд. Подобные форумы с участием победителей региональных соревнований в Казахстане проводятся ежегодно с 2001 года. В нынешнем году слет был посвящен юбилейной дате – 45-летию создания движения «ЮИД». Кураторы карагандинской команды считают, что первое место – это результат серьезной подготовки. Мы очень хорошо готовились. Ребята занимались и в велогородке, ребята и учили правила дорожного движения. Мы ездили в Красный Крест, чтобы выучить основы медицинской помощи. Там нам показывали даже искусственное дыхание, как делать на манекенах. То есть это нам очень помогло. Республиканский слет проходил 10 дней, в ходе которых также были организованы обучающие, тренинги и семинары. Команда «ЮИД» Карагандинской области в результате упорной борьбы стала лидером соревнований. В этом году им предстоит защищать честь Казахстана на международном состязании, которое пройдет в Краснодарском крае в городе Анапа. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганду вернулись спортсмены, завоевавшие бронзовые медали на азиатских играх. Во дворце спорта имени Нуркена Абдирова состоялась пресс-конференция с участием джитсера Нуржана Сейдуали и призеров по синхронному плаванию сестер Немич. Спортсменов поздравил руководитель управления физической культуры и спорта Дмитрий Карпов. На пресс-конференции своими впечатлениями от азиатских игр поделились джитсер Нуржан Сейдуали и синхронистки Екатерина и Александра Немич. Для Нуржана нынешние азиатские игры обернулись неожиданным результатом. Спортсмен был нацелен на золото, однако уступил его сопернику из Объединенных Арабских Эмиратов. За третье место Нуржан боролся с представителем Узбекистана. В моей весовой категории до 57 килограммов выступал 21 спортсмен. Я провел пять схваток. В полуфинале встретился с представителем Объединенных Арабских Эмиратов. Схватка была тяжелой. В начале соревнования я надеялся на золото, но мне не хватило подготовки. Сестры Немич, в отличие от Нуржана, свои бронзовые медали рады. Екатерине и Александре по 23 года. В спорте девушки планируют оставаться как можно дольше. Их следующая цель – достойное выступление на чемпионате мира, а затем и на Олимпийских играх 2020 года. Бронза азиатских игр девушек не расстроила. Спортсменки отмечают, что изначально были готовы к борьбе за третью ступень пьедестала и не пытались сместить с первых строчек лидеров синхронного плавания в лице китаянок и японок. Ну, знаете, вообще первые эмоции мы испытали еще. Прямо там, когда только вышли из бассейна, на помосте, глядя на свои оценки, потому что мы выступали заключительным номером. И, то есть, уже знали, если высветимся на табло, что третий, значит третий. Если чуть-чуть ниже, то, в общем, мы были третьи. Было очень радостно сразу. Посмотрели друг на друга, улыбнулись, обняли. И, конечно, были счастливы. Спортсменов поздравил руководитель управления физической культуры и спорта Дмитрий Карпов. Напомним, с 18 августа в Индонезии проходили летние 18-е азиатские игры. По итогам Казахстан занимает 9-е место в медальном зачете. В нашей копилке 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовых медалей. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»